И вот уже 2 октября. Рассказ садоведа. Сегодня погода была, в общем-то, хорошая, солнечная, но когда садовед собрался в сад, а это уже было во второй половине дня, то к его приходу погода стала потихонечку портиться. Он успел собрать еще сливы, груши. Это было, конечно, приятно, потому что он как бы больше уже и не ждал плодов, считая, что все уже опало, но не все увидел наверху. И, конечно, то, что еще ему можно сварить варенье сливовое, это было для него и неожиданностью, и маленькой радостью. Да, такими маленькими радостями он жил, и сейчас осень его не могла утешить хорошей погодой, ибо погода склонялась уже к дождям, и они брали вверх часто. Вот и вчера, когда он возвращался от своей ученицы, точнее у него там было два ученика, мальчик и девочка из Глюксбурга, то был маленький дождь. Был маленький дождь, и ему, конечно, может быть, уютнее было как-то переждать этот дождь, а уж потом пойти, но он человек решительный и не терпящий никаких замедлений. И поэтому он просто благополучно дошел по этому полу дождю, который не был такой сильный, чтобы серьезно промочить его. А сегодня он отдыхал от всех школьных занятий, которые неделю преследовали его, потому что все новые и новые школьники стремились занять еще какие-то дни и расширить его рабочий день. Ну что ж, он относился к этому философски, и даже, я бы сказал, с радостью с большой, потому что он любил детей, любил работу, именно свою работу, которая была связана с эстетическим воспитанием школьника. Но за эстетикой музыки, которая давалась им в словах, в жестах, в образе мышления преподавателя, сквозила также и эстетика точного знания, которое также заключено в той же музыке. Потому что музыка – это и наука об эмоциях и их воздействии, но также и наука о точном значении чисел, об их соотношении и об экстраполяции числовой математики в музыке на все явления нашей действительности. Мир начался со звуков. Вначале было слово – это значило, что вначале был звук, то есть музыкальное слово. Какое слово без интонирования, без распева? Поэтому вот вначале была музыка, можно и так сказать, а уже потом возник весь мир из музыки, начального, вдохновения, если хотите божества, бога, а если хотите вселенной. Все это все равно не представлено персональным каким-то существом. Мы всегда хотим найти одно существо, которое бы все обнимало, но так оно, конечно, и есть, потому что все это, ну, как бы творящая вселенная. Это мы, конечно, ограничиваемся своей вселенной, своей галактикой, млечный путь. Да, это вот наш край, уголок. Нам хватит, куда нам дальше мыслить, если мы свое не можем охватить толком и понять, и познать. Но вот свои координаты мы знаем, и в них мы хотим продолжить то, что было начато вселенной. Вначале было слово, то есть вначале был звук, то есть вначале был интонируемый звук, то есть вначале была душа вселенной, которая спела такую мелодию, которая смогла материализоваться. Так рассуждал садовед и думал, ну вот, дождь не дал мне сделать еще одну нудную работу по выпалыванию знаменитой моей цветочной плантации, которая бы так радовала взгляд даже осенью, потому что цветы еще цвели, и все еще было как бы на месте, и даже бабочки только что летали перед дождем. И даже его дикие цветы набрались смелости до сих пор отлично цвести, и надо ему даже сфотографировать их сегодня, дабы показать, что его слова чистейшая правда. 2 октября это вам не шутка, и чтобы вот так красота лета задержалась на наших рубежах до 2 октября, это, конечно, большая удача и наша, ну, какая-то ностальгическая прощальная симфония, которая дает нам право вспомнить лето с его такими чудесными, беспроблемными, безоблачными днями, когда можно было так хорошо купаться, так хорошо авиваться ветром, и солнечным ветром тоже. То есть ветер бывает разный, и каждый ветер – это поток вибрации. Это то, что называется порой иногда еще какими-то дополнительными словами, ну, допустим, слово «бриз». Вы слышали такое слово? Да. Это тоже ветер, а всякий ветер – это поток вибраций. То есть то, что, ну, как бы дополнительно оживляет наш мир. Именно с внутренней стороны. Причем поток мы можем, с одной стороны, увидеть, он может колыхать за навеску или дерево, и, с другой стороны, это поток именно, который берет свое начало с очень глубоких уровнях мироздания, когда атомы возбуждаются, и далее этот процесс разрастается вплоть до нашего поверхностного слоя, где мы можем видеть этот ветер как следствие внутренних очень глубоких вибрационных процессов. Вот осень, она любит раскрывать эти вибрационные процессы, поэтому здесь много ветров, и они поэтичные. Ну, некоторые ветра и могут вызывать скрип деревьев, или даже какие-то устрашающие звуки. Но это бывает очень редко. В нашем краю бури такого масштаба встречаются. Зимой, как ни странно, именно тогда природа может показать свой разрушительный лик, и падают огромные деревья, которые, казалось бы, должны еще стоять века. Так садовец отдал дань своему краю, шлезвигу Хольдштайну, который его ласкал именно необыкновенной русскостью, несмотря на то, что это северная земля Германии. И самый северный город Германии – это Глюксбург, и он является счастливцем, который посещает этот город. И сейчас стал посещать еще чаще, поскольку ученики его находятся именно в этом месте, ну, я бы сказал, оазисе счастья. И по своей вот вибрационной такой реликтовости, то есть по каким-то остаточным колебаниям, садовед чувствовал, что да, здесь был полюс счастья, полюс ведического мира, полюс славянского мира, и недалеко от этого места есть то, что называется Арконой, есть знаменитый остров Буян, который под другим именем остался, и не забыли даже немцы, что он принадлежал славянам. Это удивительное знание, ведическое знание, оно, конечно, сейчас стало говорящим, то есть невозможно стало что-то от себя прибавить, потому что буквально в голову вливается вся та информация, которая содержится на земле наших предков. А что это была Белая Русь, от которой остался кусочек, управляемый президентом Белоруссии Лукашенко, то это просто вот реликт большой Белой Руси, начинающийся от Дании и простирающийся до настоящей Белоруссии. И там даже есть город Петриков, но он называется по-белорусски, с теми же как бы буквами Петриков, но по произношению он называется Петрикау. Петриков, и вот то, что его предки могли и здесь быть, это радовало садоведа особо, потому что все эти многочисленные славянские названия на Ау, они лишь напоминают о ведическом славянском мире на этой территории. Вот с нее как раз славяне пошли распространяться дальше. Дальше. А это их коренное место, с которого, к сожалению, потом немецкое воинство сгоняло славян и стравливало их, и те действительно вступали в борьбу между собой, вместо того, чтобы дать отпор немецкому владычеству, которое захлёстывало уже государственным своим таким ермом, все входящие в него народы. Германия поглотила Аркону. Германия поглотила ведический мир, но генетически он остался совершенно нетронутым. И в Дании можно видеть этих русских парнишек, которые, конечно, не знают, что такое русский, но облик их, ну, как бы, это фотография точная настоящего славянина, который забыл об этом. Забыл. Потому что и там постарались славянское прошлое заглушить и дать повод забыть славянам своё великое волшебное прошлое, мир своих предков. Конец рассказа. До свидания. И вот уже второе октября. Рассказ садоведа. Сегодня погода была, в общем-то, хорошая, солнечная. Но когда садовед собрался в сад, а это уже было во второй половине дня, то к его приходу погода стала потихонечку портиться. Он успел собрать ещё сливы, груши. Это было, конечно, приятно, потому что он, как бы, больше уже и не ждал плодов, считая, что всё уже опало, но не всё увидел наверху. И, конечно, то, что ещё ему можно сварить варенье сливовое, это было для него и неожиданностью, и маленькой радостью. Да, такими маленькими радостями он жил. И сейчас осень. Его не могла утешить хорошей погодой, ибо погода склонялась уже к дождям. И они брали вверх часто. Вот и вчера, когда он возвращался от своей ученицы, точнее, у него там было два ученика, мальчик и девочка из Глюксбурга, то был маленький дождь. Был маленький дождь, и ему, конечно, может быть, уютнее было как-то переждать этот дождь, а уж потом пойти. Но он человек решительный и не терпящий никаких замедлений. И поэтому он просто благополучно дошёл по этому полу дождю, который не был такой сильный, чтобы серьёзно промочить его. А сегодня он отдыхал от всех школьных занятий, которые неделю преследовали его, потому что всё новые и новые школьники стремились... Субтитры сделал DimaTorzok